Ведерки с водой, тряпки, веники, орудия уборки готовы. В сквере на улице Кати Соловьяновой воспитанники детского садика номер 7 приступили к уборке. Мы убираем памятник Кате Соловьяновой. В городе была война 70 лет назад, поэтому все должны столько дел сделать. За полчаса большой коллектив маленьких работников убрал сухую траву с газонов, чисто вымыли памятник, подмели дорожку. Мы все помыли памятники и подметаем. Я работаю, делаю хорошее дело. С настроением, удовольствием и главное – осознанно. Маленькую Соню в первом ответственном деле на благо города пришел поддержать дедушка. Что-то у них в голове будет, останется. Наверное, неплохо, хорошо, конечно, все. Потом и поинтересуются, спросят, как, что она была, что самое. Потом очень полезно, хорошо. И, как в детской песенке, не зависит доброта от роста. Дети 5 и 6 лет отработали по-взрослому серьезно. Мы ведем большую патриотическую работу. Тем более, что у нас сейчас здесь ребята подготовительной старшей группы. То есть, это те ребята, с которыми ведется такая работа, которые осознанно это все воспринимают и понимают. То есть, мы рассказали о этой героической девушке нашего города. Мы сказали, что это находится совсем близко с нашим детским садом. Многие даже ходят, гуляют здесь. И поэтому ребята как-то изъявили желание прийти. Анапчанка Катя Соловьянова, партизанка-подпольщица, погибла в 1942 году, когда ей исполнилось 20 лет. К ней не обращались по имени-отчеству, слишком молодой была. Поэтому самая зеленая улица Анапы звучит так просто и молодо. Улица Кати Соловьяновой. Говорят, люди живы, пока о них помнят. О героизме этой девушки помнят. И знают даже самые маленькие анапчане. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа. Регион.